Всем привет, мои дорогие! Начинаю новый влог. Собираюсь потихонечку в поездку. Всё, завтра мы уже выезжаем. Сейчас иду на реснички. Вот делайте реснички. Здесь, видите? Это диван. Не здесь. Вот здесь у меня уже практически основная масса всего вещей я собрала. Остались какие-то мелочи. Нужно, конечно, что-то докупить. Ну так, по мелочи. Список я не составляла. Прямо конкретно, что мне нужно купить. Я думаю, что сегодня вечером как раз, когда вернусь домой, мы ещё собираемся вечером до Свекрови доехать. Составлю списочек. И уже что-то необходимое. Самое такое, что прям нужно. И что ещё мы не купили, как раз-таки докупим. Сейчас покажу вам пляжную сумку, которая мне пришла. Забыла я его. Вот у нас сумочка. Также я заказывала две футболки, но футболки я уже упаковала. Вот поэтому. Поэтому не покажу. А уже на море, когда буду, увидите. Здесь подготовила пледы. Для того, чтобы в машине укрыться. Ну, прохладно, если вдруг будет. Потому что у нас кондиционер будет работать. И ночью я обычно, когда есть длительные поездки, я замерзаю. Холодно. И Диана тоже. Ей холодно. Поэтому вот два пледа нам взяла. Ещё подушки две возьму. Маленькие. Хотя нет, одну подушку. Потому что мне подушка, в принципе, не нужна. У нас на заднем сидении едет только Диана. Так что одну подушку. Всё, мои дорогие, реснички сделала. Иду сейчас до Жени. Глазки немножечко слезятся, но это сейчас пройдёт. И поедем в деревню к родителям. У нас жара, ребята. Прям вообще такая жара. За 30 это точно. Не знаю, сколько, но точно больше. И как бы сегодня ещё такой относительно прохладный день. То есть первая половина дня была без солнца, а вот сейчас солнышко. завтра ещё вроде как такой же. А потом опять обещают жару. Но ужина здесь не будет. Не знаю, что будет в Крыму. Какая будет погода. Я смотрела. Там вроде, если честно, даже прохладнее, чем у нас. Не знаю. Посмотрим уже по обстоятельствам. Что и как будет. Ребята, только заметила. Вот такая полоса у меня от шапочки. Положить чуть-чуть лучше, но всё равно слезаться. Нужно время, конечно. Сижу я в машине у Жени на работе. Сейчас мы поедем. Приехали к стекрови. Киса вот такая у нас тут лежит. Киса? А, киса? Кисочка. Красавчик такой, да? Ой, какие глазки. Чего ты там увидел? Ребята, и съездили мы сейчас за продуктами. Сделали закупку продуктов. Прошу вас не удивляться. Мы не прямо всё в дорогу себе взяли, а что-то на море там, может быть, останется, да? Вот на время отдыха будем есть. Что-то я оставлю бабушке. То есть здесь она будет кушать, потому что она у нас остаётся и как бы только до ближайшего магазина может дойти, который рядом, а выбор тут не очень. Вот. Так что показываю вам, что купили сейчас. Так, вот, что мы купили. Самое смешное. Ну да ладно. Так. Пена для бритья. Это Женя себе взял. Чай. Ну, конечно, мы не будем брать весь чай с собой. Здесь большая коробка. Несколько пакетиков мы возьмём с собой. Часть оставим. Молоко это, конечно, не мне, не мне говорю, да? Не нам. Не будем её брать. Это бабушки здесь. Вот. Так, дальше двигаемся. Вот такой окорок взяли. Перекусить. Вот такие вот. Вот такой сервилат. Кстати, мы такую ещё взяли. Сейчас покажу. Просто сразу всё не достать. Так. У нас оставим, конечно, бабушки. И возьмём с собой. Ну, тоже, я думаю, что вот так вот. Это с собой. Это оставим. Вот такой ещё взяли. Нарезку такую. Я думаю, что, может быть, даже одну штучку мы в заморозку кинем. Потому что мы в дороге это, конечно, не съедим. То есть, я думаю, что ничего не будет, да, если мы в морозильную, в сумку, в холодильник, точнее, отправим. Не знаю, кстати, напишите в комментариях. Вот. Что дальше? Дальше у нас зубная паста. Нам понравилась такая паста. Кстати, 199 рублей она по скидке. А так, по-моему, 200 с чем-то. Там около 300 рублей. Но это где мы брали? В пятёрочке мы брали. Забыла, где мы были. Мы были сегодня везде. В красном, белом, магните. Ну, то есть, как у нас в магазине есть, они были. Плюс ещё светопор. Колбаски мы такие взяли. Тоже открою. И не все будем брать с собой. Здесь. Здесь. Женя в дорогу энергетик. Так. То, что он будет пить. Вот эта штучка из красно-белого. То есть, я, наверное, с собой возьму. Потому что я ничего, в принципе, не пью. Может быть, как-нибудь. Вот две штучки я возьму. Когда-нибудь, да, там, на отдыхе. Две штучки и выпью. Так. Воды взяли. Но воду мы будем ещё брать. Такую воду у нас Диана пьёт. Соус. Грибной соус взяли. У нас есть ещё. Это мы просто... Вот тот, который здесь есть, мы сделаем бутерброды и оставим его. А вот этот, я не знаю. Может быть... Да нет, брать мы, наверное, его не будем с собой. Может быть, тоже на бутерброды пойдёт. Вот такие штучки взяли. Рубленный в классическом соусе кальмар. Такую первый раз берём. Вот такую же брали. Штуку паста рыбная. Такая вкусная. Кто, не знаю, не пробовала, будем пробовать. Хлеб. Да, давайте сразу по хлебу. Здесь получается вот такой мой любимый хлеб. Объехали, наверное, три пятёрочки. Искала этот хлеб, нашла. И из одного сделаем бутерброды. Ну, а один так вот в течение, не знаю, там... Может быть, в течение нескольких суток съедим. Так, это бабушке оставляем хлеб. Дальше. Двигаемся. Здесь картофельное пюре, знаете, на всякий случай. Я не говорю, что мы прямо это будем есть, но... На всякий случай. Так. Вот эти вот дошираки, их здесь много. Не будем их все брать, не пугайтесь. Часть мы оставляем, потому что бабушка у меня тоже особо она готовить не любит. Не любит и как-то кухня это не её. Поэтому что-то, конечно, оставим. Я думаю, что пополам мы всё это поделим. Часть оставим здесь. Здесь разные. Все как раз брала где-то по два штука, чтобы взять с собой. Один там, да, и один оставить. Батончики. Это уже все я с собой беру. Потому что я чая без батончиков не представляю. Вдеваю ещё гематогенки. Сладкоежка я такая. Та ещё. Так. Сыр вот такой мы первый раз взяли. Это нам бутерброды. Сделаем бутербродики. Ну, конечно, не весь. Много бутербродов мы не будем делать. Так немножечко дорогу. Потому что, ну, как бы колбаску берём, да, и достаточно будет. Грибочки. Я хочу грибы пожарить. Вот просто их обжарить. И я не знаю. Либо же кинуть в заморозку. Либо же оставить в контейнере. И в дороге, может быть, когда будем останавливаться, съесть. Не знаю. Ещё не решила, но точно знаю, что буду их жарить. И сухарики. Много сухариков. Ну, не так много, но как бы вот. Взяли и достаточно. В принципе, всё. Вот и всё. На всё это, друзья мои, мы потратили около 4 тысяч рублей. То есть, вот, всё вот это нам обошлось так. Что я хочу сказать. Конечно, это не всё с собой. Я думаю, что вы поняли. Поэтому вот так прям в комментариях яростно не пишите, куда вам столько всего. Я думаю, что доходчиво объяснила, что часть берём, часть оставляем. Подготовила здесь термосы. Я думаю, что в один чай сделаю, а в другой кофе. Не знаю, в Крыму вообще есть магнит и пятёрочка, что-то такое вот, да? Пятёрочка вряд ли, потому что мы когда ездили, я пятёрочку там не видела. Это было 2 года назад. А магнит не помню, по-моему, был. Пишите в комментариях, может кто-то знает, да? Я вот уже честно забыла, как бы мы после этого ездили. В Сочи. Куда мы ещё ездили? Тоже где-то там, поблизости к Сочи мы ездили. То есть уже как бы годы прошли, да? Я не помню, уже есть в Крыму магнит или нет. Напишите в комментариях, может кто-то знает. Всё, ребята. Буду сейчас всё это убирать и разбирать. И уже последние, да, такие подготовительные моменты у меня остаются к поездке. Буду до конца всё собирать. Скоро увидимся. Не пропускайте следующие интересные видео. Пока-пока, мои дорогие.